Здравствуйте дорогие друзья! С вами снова Елена и наша рубрика усадьба для души. Сегодня мы с вами поговорим как правильно посадить смородину, чтобы получать с ней урожай не менее 10 лет и чтобы ягоды были сладкие и вкусные. Прежде чем мы начнем с вами правильно сажать смородину, я вам кое-что расскажу о посадочном материале. Но обычно к нам смородина выглядит примерно следующим образом. Чаще всего продают молодой кустик. Люди его начинают сажать. Как определить, кстати, молодой перед вами кустик или нет? У молодых смородин побеги светлые. Пожалуйста, обратите внимание, если у вас здесь будут темно-коричневые побеги с загрубевшим корой, это говорит о том, что эта смородина старая. Ну вот примерно наш саженец с прекрасным корешком, как вы видите, хорошо сформированным, ничего не мешает его посадить. Вопрос только в том, как это сделать правильно. Вот многие жалуются, вот мы посадили смородину, куст не дает поросли молодой, куст быстро стареет. Будьте уверены в том, что если с вашим кустом смородины происходят такие превращения, это говорит о том, что вы его совершенно неправильно посадили. В чем главная ошибка при посадке смородины? Дело в том, что когда берут куст смородины, обычно ориентируются на то место, до которого этот куст был посажен в питомнике или, скажем, на участке у садоводов, которые потом делятся своими саженцами. Если вы посадите на том же уровне, будьте уверены, что с вами вас ждут те же самые трудности, как и других садоводов. Ваш куст быстренько постареет, будет жидким и ягод особых не даст. Как правильно посадить смородину, мы и покажем. Сейчас вам более подробно. Так, вся процедура начинается с посадочной ямы. Для того, чтобы ваша смородина долго могла существовать и нормально расти, вы должны ей подготовить достойную посадочную яму. Глубина этой ямы должна быть не менее 40 сантиметров, даже если у вас очень маленький, невысокий кустик. И ширина ее до 50 сантиметров. На дно вашей посадочной ямы вы добавляете ведро перегноя. Это очень улучшит структуру почвы. Но даже если у нас плодородная почва, мы все время следим за ее плодородием. Допустим, у нас уже перегной находится в земле, мы этого не делаем. Но что мы делаем всегда и обязательно, это добавляем перед посадкой минеральные удобрения. Значит, минеральные удобрения, которые нужно вносить перед посадкой, это у нас селитрокалиевый и суперфосфат. В нашем случае у нас двойной суперфосфат. Ну, это не испортит нашу посадку. Значит, что мы делаем? Мы добавляем 30 грамм суперфосфата. Но мы это делаем уже на глаз, потому что мы ориентируемся. Обычно для дозировки берется спичечная коробка. Вот примерно полная коробка спичечного удобрения. Где-то бывает примерно около 30 грамм. Мы добавили. Теперь добавляем калийное удобрение. Так, идите отсюда быстренько, а то и вас посадим сейчас дополнительно. Вот. Теперь что нужно сделать? Теперь надо смешать удобрения с почвой. А теперь самое интересное. Берем свой саженец. Обратите внимание. И погружаем его в яму. Как вы видите, он погружается гораздо глубже, чем был до этого. Дальше мы начинаем закапывать наш саженец. Сейчас я это сделаю при помощи лопаты. И вы увидите, на какую глубину он погрузится в результате. Вот таким образом. Не жалея земли. Даже с некоторым окучиванием. Потом вы должны будете вашу посадку притоптать. Обязательно, чтобы вокруг корней не осталось пузырьков воздуха. Которые не позволят вашему растению нормально прижиться. После этих процедур вы должны будете полить вашу смородину. Осторожненько, чтобы не разбрызгивать. Все это происходит от того, что лучше делать приствольный круг. Тогда будет земля лучше держаться. Но, тем не менее, это не обязательно. Так или иначе, вливаем ведро воды. Вот, что мы делаем дальше. Свородина очень любит влагу. Поэтому, если вы сажаете весной, а весна у нас бывает сопряжена сразу с жаром большим, присыпьте, пожалуйста, приствольный круг политый. Перегноем или торфом. Если вы не имеете такого, присыпьте просто сухой землей, как мы делаем. Дальше. Что мы делаем с кустом после посадки? Самое радикальное, что обычно садоводы стараются не делать, жалея и надеясь на хороший урожай, они сохраняют остальные стебли над землей. Их надо уничтожать. Вот, буквально таким способом. Для чего это делается? Во-первых, приживаемость увеличивается у куста. Когда он обрезан, вот эти вот стволики не вытягиваются из раненых корней все соки. Это раз. Второе. Для чего это делается? Когда растение заглублено, сейчас оно вызовет, этот процесс вызовет рост дополнительных возмещающих побегов. Соответственно, ваш кустик станет густой, молоденький, очень интересный. Вот при такой посадке я могу рассчитывать на то, что у меня весною появится не менее 6-7 молодых побегов. 6-7 побегов я оставлять, конечно, не буду. Надо взять 4-5 самых мощных и на их базе формировать будущий куст. Вот при такой посадке вы получите прекрасный результат. Молодой, здоровый куст, который будет вас радовать при дополнительных подкормках, которые обязательны для смородины ежегодно, до 10 лет вкусными плодами, ягодами, и будет всегда успешен. Что еще необходимо понимать? Вот мы говорили уже о расстоянии между кустарниками, просто еще раз напомним. Вот на такой плодородной земле, как у нас, мы можем посадить через метр еще растения. Где обычно садят смородину, мы уже говорили, но чаще всего ее можно видеть вдоль дорожек, в виде высоких кустарниковых бордюров. Это тоже имеет место быть. По такому же принципу, с хорошим сильным заглублением, сажается и крыжовник. Потому что нам сейчас надо помнить, что старые ветки быстро отмирают, плодов качественных не дают. Всегда помните, что смородина нуждается в постоянном омоложении. И если вы не забудете эти нехитрые советы, у вас всегда будет прекрасная ягода, витаминная и ценная. Как бы вы ни сажали смородину, всегда еще надо помнить о том, что есть перспективные сорта смородины, а есть больше похожие на дичку. Но естественно, мы хотим все иметь сортовую смородину. Соответственно, должны ориентироваться в этих сортах и знать их в лицо. К сожалению, все не запомнишь, поэтому мы всегда ведем в блокноте записи о самых перспективных сортах. Я сейчас вам буквально зачитаю те сорта, за которыми мы охотимся. Быть может, это будет и вам интересно. Итак, самые перспективные сорта смородины. Ягоды у нее достигают от 1 см до 1,5 см. Я думаю, такая ягодка будет успешна в любом саду. Итак, это сорта альта, аметист, вернисаж, сюита, киевская, селечинская, тисен и титания. Ну, там есть еще другие сорта, но и те, которые самые распространенные. Что еще можно сказать об этих сортах? Ну, если вот у вас есть к ним коммерческий интерес, и вам интересно, как она выглядит, эта ягода, как она транспортируется, можем сказать, что это одни из самых интересных сортов. Во-первых, у этой ягоды сухой отрыв. То есть, когда вы оторвали ягоду, из нее внутренности не выливаются, то есть, она прекрасна в транспортировке. Очень качественный, кисло-сладкий вкус этих ягод. И в общем и целом, эти сорта морозостойкие, не очень требовательны в содержании, как вы поняли, очень вам советую. Но есть еще другие сорта с более крупными ягодами, и сейчас мы о них вам расскажем. Особо интересные плоды, еще более крупные, до 2 см в диаметре. Естественно, мы не можем вскрывать такие перспективные сорта и ознакомим вас с их названием. Венера, созвездие, легенда, Мария Киевская, Кипиана, экзотика и дачница. Это, пожалуй, самые распространенные. И есть еще буквально звезды смородиного царства, у которых ягоды размером с вишню. И, естественно, мы не можем и о них умолчать. Это прежде всего ядреное, сокровище, русалка, краса львова и фараон. Так вот, возьмите себе на заметку эти сорта, и если вам захочется их посадить, помните, что любой сорт это прекрасно, но очень многое зависит от вашего ухода и правильной посадки. Будьте успешны, дорогие садоводы. Всегда рады будем вам помочь. Подписывайтесь на наш канал. Всего доброго.